ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также принимаем сообщения на мобильный мессенджер WhatsApp. Мы работаем в прямом смысле онлайн. Подключайтесь. Пока же позвольте поприветствовать председателя комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Толгата Ластаева. Добрый вечер, Толгат Любекович. В первую очередь, мне всегда было интересно, а вы какими летаете? На каких основаниях покупаете билеты? Как все граждане или же для вас и вашего ведомства? Может быть, какие-то специальные льготные тарифы или специализированные борты? Я спрашиваю к тому, насколько вы сегодня хорошо владеете ситуацией, знаете, ту ситуацию, можно сказать, собственно, проверили. Добрый вечер, Ирлан. Абсолютно мы летаем на тех же условиях и на тех же бортах с такими же тарифами, как и обычные граждане, обычные пассажиры. То есть никакого отличия в зависимости от рода деятельности у нас нет. То есть ситуацию вы знаете прекрасно, что происходит. Да, скажите, пожалуйста, вот вообще, если говорить о динамике авиаперевозок, у нас даже если брать за вот этот вот уходящий год, или если есть точные данные, скажем, за 17-й год, если в динамике у нас увеличивается количество авиаперевозок или же оно уменьшается? Если говорить о динамике авиаперевозок, то у нас однозначно они растут с каждым годом. И в прошлом году мы перевезли 7,4 миллиона пассажиров. Рост составил по отношению к предыдущему году 23%. То есть это беспрецедентный рост, это самый высокий показатель за все годы независимости. И, конечно, это немаловажное влияние этому оказало проведение Экспо. Ряд других факторов, да, то, что вот сейчас Казахстану, к нашей столице проявляется повышенный интерес в связи с МФЦА. И в этом году мы наблюдаем также стабильный рост пассажиропотока. За 9 месяцев текущего года он составил 6,2 миллиона пассажиров. То есть если за 12 месяцев прошлого года 7,4, здесь уже за 9 месяцев 6,2. И сейчас мы констатируем рост в 11%. Я думаю, что до конца года этот показатель, конечно же, будет выше, чем прошлого года. На самом деле динамика есть, да, несмотря на то, что билеты, скажем, они далеко не снижаются, а наоборот. И в своем недавнем послании глава государства как раз таки и поручил создать такую вот авиакомпанию с бюджетными тарифами. Перевозчик уже, на самом деле, компания уже создана, уже известные руководства и дата начала работы. А вот с вашей стороны, со стороны комитета, какая ведет сегодня работу? Наверняка, вот вы с компанией Air Astana работаете достаточно тесно. В первую очередь, конечно же, это создание правовой основы для внедрения низкобюджетных перевозок. То есть в настоящее время в законодательстве нет такого понятия, как лоукост-перевозчик, низкобюджетный перевозчик. Он подразумевает под себя определенные критерии, определенные условия, то есть для того, чтобы он мог развиваться. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас совместно с коллегами из авиакомпании, новой авиакомпании и с коллегами из Можелиса, сейчас работаем над тем, чтобы в законодательстве создать необходимые условия для развития и роста вот таких вот, такого вида перевозок. Именно низкобюджетных перевозок. Спасибо большое. А с нами подробнее я хотел бы как раз-таки поговорить о работе нового авиаперевозчика. И предлагаю поговорить с теми, кто его создает. С нами онлайн из Алматы исполнительный директор по финансам авиакомпании Air Astana Ибрагим Жан-Лоелл. Добрый вечер, Ибрагим. Вы случайно не знаете, кто придумал название Fly Air Astana? Дословный перевод это летающий лев. Если честно, немного странновато звучит. Вот вам не кажется, что все-таки казахстанцам по символике ближе есть Барс, есть Волки? Ну вот расскажите про Air Astana. Почему именно он? Добрый вечер, Ирланд. Авиакомпании, название авиакомпании было придумано нынешним составом новой авиакомпании. И в него были вложены такие ценные качества льва, как мужество и уверенность. Будучи первым недорогим перевозчиком, расположенным в Евразии, авиакомпания уверена в своих способностях и возможностях для выполнения удобных и недорогих рейсов в Казахстане и регионе. Следующее качество — это сила, мощь и победа. Авиакомпания обеспечит безопасное и качественное обслуживание по доступным ценам и будет стимулировать тех, кто всегда считал перелеты роскошью. И это будет доступно для всех. Тем самым авиакомпания побеждает стереотип недоступности путешествия по небу. Следующее качество — это справедливость и защита. При предоставлении своих услуг в интересах и потребностях пассажира авиакомпания находится на стороне клиентов, представляя себя надежным спутником и путеводителем. Спасибо большое. Наши коллеги уже выяснили, что первый перелет и бюджетная авиакомпания начнется со второй половины следующего года. Я так понимаю, сейчас ведется большая подготовительная работа. Вот расскажите о текущей ситуации, над чем сейчас работаете. Авиакомпания сейчас ведет, работает над некоторыми вопросами по наземным оборудованию в аэропортах, занимается разработкой IT-систем, и все эти процессы идут согласно графику. 2 ноября авиакомпания получила четкое поручение от главы государства, и вы имели возможность получить достаточной информации о создании новой авиакомпании. Новый состав авиакомпании был назначен из группы динамичных и опытных менеджеров, которые выросли в Аэростане за последние 16 лет. Проектный офис уже работает с подробным и четко определенным планом. В перспективе перед авиакомпанией стоит важный этап – изменение законодательства, которое позволит предлагать тарифы без багажа. Я надеюсь, что рабочая группа между Мажелисом, авиакомпанией и Комитетом гражданской авиации, Министерством инвестиций и развития, завершит обсуждение и представит документ в декабре. Это критическая дата для голосования в Мажелисе. Если она будет согласована, должна быть утверждена на уровне Сената. Это самый важный этап, который должен быть достигнут. Но я так понимаю, что главный фронт работы – это все же цены. Сегодня пассажирскими авиаперевозками на внутренних маршрутах занимаются 4 крупные авиакомпании. Мои коллеги провели сравнительный анализ текущей стоимости билетов. Прошу внимания на экран. За основу мы взяли наиболее распространенную практику. Купить билет из Астаны до Алматы в один конец за пару-тройку недель вперед. Итак, сегодняшняя цена на 4 декабря. Расценки Эйр-Астана начинаются от 23,5 тысяч тенге. Почти на 5 тысяч тенге дешевле полет у Казахэйр, у Бекэйр – от 17 тысяч. А самым дешевым оказался билет авиакомпании «Скат» – 16,5 тысяч тенге. Еврагим, помните, вот недавно министр по инвестициям и развитию Женес Хасымбек озвучил предварительную стоимость билетов на уровне 16-18 тысяч по направлению Астана-Алматы. А ведь президент поручил создать именно бюджетную авиакомпанию. Ну вот как мы только что увидели, в этих же пределах цены находятся и сейчас. Вот в чем же тогда смысл? Расскажите, это окончательные расценки, или все-таки вы еще будете работать над удешевлением цены? Спасибо, Ирлан, за вопрос. Спасибо за этот вопрос. «Флай Арестан» предоставит высококачественный и недорогой продукт. И неправильно будет сейчас заниматься домыслами, какая будет точная цена «Флай Арестан». Тем не менее, я могу заявить, что тарифы «Флай Арестан» будут ниже рыночных на 50%. Спасибо. Вот к нам поступает много вопросов уже из социальных сетей. Позвольте один зачитать. В авиакомпании заявили, что пассажиры смогут экономить на билетах за счет отсутствия багажа и дополнительных услуг. А какие, интересно, могут быть в самолете на внутренних овелениях дополнительные услуги? Вот прислала нам Гульмира. Этот вопрос. Спасибо, Гульмира, за этот хороший вопрос. Модель лоукостера основана на передовой практике во всем мире. Разница типичного лоукостера от авиакомпании полного цикла не ограничивается одним компонентом низкой ценой. Вспомогательные доходы, дополнительные доходы являются одним из них. И тремя другими ключевыми элементами являются разница в плане конфигурации воздушных судов, высокой эффективности использования воздушных судов и высокой загрузки рейсов. Что касается вопроса багажа, почему девушка, которая летит на свадьбу сестры, должна оплачивать, субсидировать багаж делового человека, который, допустим, сдает свой багаж? Ну, насколько я понимаю, это вообще первая практика вывода лоукостера на казахстанский рынок. Поясню для телезрителей. Лоукостером или дискаунтером называют дешевого перевозчика. То есть, это понятно, грубо говоря, подразумевает аскетичный подход. Но в законодательстве этого термина, насколько я знаю, еще нет. Если я не прав, меня как раз таки поправит депутат Мажелиса Тарас Хитов. Добро пожаловать на онлайн, Тарас Кипаевич. Вот вы член комитета по экономической реформе и региональному развитию Нижней Палаты парламента, да? И входите в ту самую рабочую группу по разработке законопроекта по созданию лоукостера. С правовой точки зрения, вот каким нормам должен соответствовать сегодня лоукостер у нас в Казахстане? Добрый вечер, Ирлан. Действительно, вы сами сказали, что это действительно первая практика. В сентябре месяце к нам в Мажелисе парламента поступил законопроект о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта. Вот как раз сейчас идет очень оживленная работа в этом направлении. И вот это низко тарифные перелеты, как раз мы можем внести поправки в этот закон. И тогда появится закон для работы этих авиакомпаний. То есть, насколько я понимаю, что с появлением этого законопроекта это разрабатывается не специально для, скажем, для компании FlyerStan. И мы можем надеяться на то, что у нас в Казахстане могут появиться и другие лоукостеры, которые будут работать примерно на таких же условиях. Конечно, законы пишутся не для одной авиакомпании. Будут несколько компаний, я надеюсь. И будет разработана законодательная нормативная база, чтобы работали эти компании. А вот в каком состоянии вот сейчас вот работа идет над законопроектом? Ну, очень оживленно. Насколько я понимаю, что вот декабрь это все-таки такая крайняя точка, дедлайн, да, у нас? Или вот как говорят наши компании? Ну, мы два раза в неделю работаем в рабочей группе, приглашаем консультантов, перевозчиками с аэропортами, с общественными организациями. Действительно, очень хорошая работа идет. Я надеюсь, что к концу года закон... Ну, там есть еще и, кроме авиации, еще и закон о транспорте, по железнодорожному, автомобильному. Ну, я думаю, что к концу года мы должны вынести закон и передать его всем. Спасибо, Тарас Кипович. А я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем создание новой бюджетной авиакомпании. Все наши контакты вы сейчас видите на своих экранах. Это онлайн на телеканале Хабар. Подключайтесь. Итак, это ток-шоу онлайн на телеканале Хабар. Станут ли для авиаперевозки более доступными для казахстанцев? Напомню, недавно президент поручил создать новую бюджетную авиакомпанию. А что такое дешевые авиабилеты в понятии самих казахстанцев? Сколько наши сограждане готовы платить сегодня за перелет? Мои коллеги задали эти вопросы прохожим прямо на улице. И вот что мы выяснили. С каждым годом она увеличивается, цены. У нас не соответствуют нашим требованиям и нашим зарплатам. Я предпочел бы 10-12. Чем дешевле, тем лучше. Ну, если 8-10 тысяч будет, стоит прекрасно. Максимум 15. А то, ну, уже как, заранее надо будет брать за два месяца, чтобы дешевле было. Если заранее возьмешь, там, суббота, воскресенье, в праздничные дни цены плавают. Цены желательно, чтобы фиксированные были. Конечно, хотелось бы, чтобы билеты на воздушный транспорт были более приемлемые. Ну, наверное, 15 тысяч тенге хотя бы. Для меня вот полет в Казахстане, приемлеменная цена, вот, 12 тысяч максимум. Вот так. Толгат Любегович, вот вы слышали, да, мнение, на самом деле, потенциальных наших пассажиров, для которых и создается как раз так эта компания. Скажите, вот, в целом, если не брать лоукостера, а в целом сегодня, все эти четыре авиакомпании, которые у нас осуществляют перевозки, реально ли при сегодняшних условиях сделать цены ниже? Ну, в первую очередь, конечно, я согласен со всеми вот респондентами, которые были, да, то есть о том, что необходимо снижение авиаперевозок и потенциал для этого есть. То есть, вот, если говорить конкретно о лоукостере, лоукостер будет бороться именно за тех пассажиров, да, не только с другими компаниями, а в первую очередь с другими видами транспорта. То есть, это железнодорожный транспорт, ну, в первую очередь, да, и, может быть, автомобильный транспорт, автобусные перевозки, за счет привлечения дополнительных пассажиров, за счет того, чтобы повысить мобильность в целом населения и дать им возможность уже пользоваться воздушным транспортом. Если говорить о том, о потенциальных вещах, где можно снижать тариф, то есть, это понятно, за счет оборачиваемости воздушных судов, за счет того, что уже прозвучало, есть безбагажные будут применяться пересговоры. Да, то есть, те услуги, которые, в принципе, не используются в настоящее время пассажирами, но они все равно сидят в цене тарифа, то есть, вот за счет этой составляющей и будет снижение стоимости и привлечение дополнительного потока. Если говорить о текущих расходах, которые несут авиакомпании, о базовых расходах, то в первую очередь, конечно, самая высокая удельная стоимость в тарифе – это авиатопливо. Она составляет порядка 30%. То есть, следом идет уже финансовое обслуживание тех воздушных судов, это, понятно, очень дорогостоящие воздушные суда современные, то есть, это порядка 15-18%. Затем техническое обслуживание – 10%. То есть, и вот аэропортовое, навигационное, оно, соответственно, составляет порядка 4% и порядка 3% себестоимости тарифа. То есть, и по всем этим параметрам, именно в части лоукост-перевозок, возможно, дополнительное снижение стоимости, чтобы за счет частоты полета, за счет большей емкости загрузки, если, допустим, в классическом перевозке у вас будет на этом типе воздушного судна, предположим, вот то, что планирует FlyerStan, 150 кресел Airbus 320, то в лоукост-варианте это будет, соответственно, 180 кресел. То есть, соответственно, шаг кресел будет гораздо, так сказать, плотнее. За счет этого появляется меньшая себестоимость и возможность предложить более такой удобный и более привлекательный тариф. Много вопросов, я считаю, практичных и резонных, которые приходят к нам по социальным сетям, и большинство из них говорит о том, что если мы будем лететь с багажом, с которым обычно летим, будем переплачивать за него, соответственно, как это будет требовать лоукостер, или же будем требовать хотя бы той самой элементарной еды или перекуса, который сейчас дается в авиаперелетах, скажем, сегодня берем только, скажем, Астана-Алматы, да, рейсы, то если переплачивать, то цена на то она и выйдет, да? Ну, да, то есть во всем мире практика вот такова. Если полный набор, взять услуг, которые предлагаются в классическом перевозчике, уже входит в стоимость тарифа, то оно выйдет где-то, должно выходить именно по такой же стоимости, как и в классическом перевозчике. Это гипплацкарт в небе, да? Да, то есть вы, если сверху вы его апгрейдите, делаете дополнительные какие-то услуги, покупаете питание. То он не на то и выйдет, что я могу купить на обычный авиарейс. А по безопасности, скажите, пожалуйста, многие говорят, что будут использоваться, спрашивают, будут использоваться старые борты, будут какие-то еще? Как уже было озвучено, то есть борты будут использоваться, во-первых, на первом этапе это будут существующие парки Аэростаны, то есть тип воздушного судна Аэробус-320, то есть в среднем им порядка 5-6 лет, они полностью соответствуют всем требованиям безопасности, то есть никаких скидок для того, что это лоукост, не лоукост перевозчик, стандарты едины, наши национальные стандарты, также стандарты безопасности полетов ИКАО, они абсолютно не разделяют этого, то есть самые высочайшие стандарты безопасности полета будут применяться независимо от формата перевозки. Спасибо. Также в нашу студию мы пригласили специалиста, который непосредственно работает с людьми по части перевозок. Руководитель отдела продаж туристической компании Тумар Кабжанова сегодня с нами. Добрый вечер, Тумар. Я знаю, что вы тесно работаете с иностранными туристами, которые прибывают в Казахстан. Вот что они думают о наших ценах на авиаперелеты? Это люди, которые умеют считать деньги. Ну, если честно сказать, что они думают, что ситуация дорога, действительно дорога. Если взять, к примеру, наши перелеты внутренние, и ту же, к примеру, ОКО с бюджетной авиалинией Визаэр, которая вылетает в Будапешт, там тоже можно улететь за те же 20-25 тысяч тенге. И то есть и внутри Казахстана им перемещаться. Естественно, они хотят посмотреть нашу страну, но перемещаться внутри страны относительно Европы дорого. Ну, вот о каком-то туристическом потенциале, да, мы еще можем говорить. Скажите, а вот наши казахстанцы сами какого мнения придерживаются относительно наших цен? Ну, наши туристы приходят к нам, и выбирая между международным направлением, к примеру, и путешествия внутри Казахстана, естественно, внутри Казахстана выходит дорого, если все это складывать в тот же готовый турпакет. Что вы объясняете иностранным, скажем, нашим туристам, гостям? Из-за чего складывается у нас сегодня такая дорогая цена? Мы говорим, что пока что нет как такового спроса, как за рубежом. То есть туризм у нас есть, мы его развиваем, но он еще не так развит, чтобы цены были более доступными. А с нами по-прежнему на связи Ибрагим Жан-Леел. Напомню, он представляет компанию «Эйрастана». Ибрагим, вот хочется услышать вашу точку зрения. Какое влияние окажет создание новой авиакомпании в целом на рынок, вот если говорить в конкурентном плане? Я думаю, когда мы путешествуем разными авиаэлиниями за рубежом, то мы можем сравнивать, допустим, самый высокий тариф в «Эйрастане» на рейсе «Астана-Алматы», это полуторачасовой полет, стоит намного дешевле, чем я недавно платил на лоукостере за часовой полет. И я могу привести еще примеры. Но тем не менее, есть гораздо более интересные темы, о которых можно поговорить. о том, как «Флайерстан» изменит основы привычек путешествия среди казахстанцев. «Флайерстан» будет заниматься стимулированием рынка и последующим стимулированием внутреннего туризма, который, в свою очередь, положительно повлияет на экономику регионов. Для этого мы хотели бы, чтобы государственные органы, акиматы, аэропорты, туристические офисы проявили заинтересованность в стимулировании рынка, насколько это будет… От этого выиграют все. Например, если сравнивать страны с аналогичным ВВП по покупательской способности с Казахстаном, то, допустим, в Малайзии на одного человека, гражданина, приходится 0,78% рейсов. На Россию 0,44%, на жителей Казахстана 0,22% рейсов. Эти статистические данные говорят о том, что внутренний рынок может расти в 2-3 раза за счет стимулирования спроса. Вот если уж мы заговорили о внутреннем рынке, скажите, а вот в долгосрочной перспективе, Ибрагим, останется ли «Флайерстан» локальной компанией или в будущем планируется выход на международный рынок? «Флайерстан» начала свою деятельность как авиакомпания, выполняющая внутренние перелеты. «Флайерстан» будет работать как на существующих направлениях, так и будет открывать новые направления по Казахстану и в регионе. И расширение на международный рынок – это уже вопрос будущего. Благодарю, с нами онлайн на связи из Алматы был исполнительный директор по финансам авиакомпании «Эйрастана» Ибрагим Жанлиял. Тем временем, Талгат Леубекович, я бы хотел адресовать вам несколько вопросов, которые вот уже приходят к нам на нашу почту. Скажите, вот недавно летало в Алматы туда и обратно 80 тысяч тенге. Это вполне, да. Летом у одного греческого оператора на рейс Алматы-Салоники билеты были в оба конца меньше 80 тысяч тенге. У нас за границу дешевле слетать, чем внутри страны. Почему просто не снизить цены нашим существующим операторам? Италия Зат пишет. Ну, я думаю, Тумар, она и подтвердит как раз таки, что можно летать за границу и зачастую бывает дешевле. Скажите, вот сегодня тарифы регулировать вам, что мешает? Или просто брать и снизать тарифы? Ну, это международная практика, это всемирная практика, что тарифы на авиаперевозки, они не регулируются, то есть они регулируются посредством конкуренции. Вот как у вас было указано ранее, да, на очень наглядном примере инфографики Алматы-Астана, на сегодняшний день, то есть вы показали 4 компании с разными тарифами, да, и она, на самом деле, интервал был от 25 тысяч до 16 тысяч. Да, но заметьте, что с каждым годом, если не с месяцем, да, я не хочу говорить неделями, тарифы не снижаются, к сожалению, только увеличиваются. Понятно, да, они все это мотивируют, что это они, как бы это авиатопливо, ну и много можно что говорить, непонятного для наших телезрителей. То есть тарифы, понятно, они индексируются, привязываются к тем базовым расходам, которые я сказал, но вот как раз-таки бюджетный авиаперевозчик сейчас он призван подстегнуть вот этот спрос и подстегнуть действующих классических перевозчиков для того, чтобы снижать тарифы. То есть если раньше, до 2012 года, да, то есть внутренний и международный рынок у нас были зарегулированы, то для того, чтобы развить конкуренцию в 2012 году по поручению президента мы либерализовали, то есть сейчас вот нет никаких ограничений для входа на рынок новых игроков. Соответственно, у нас есть маршруты, где работают по 4, по 3 перевозчика, да, то есть и они конкурируют между собой. Вот именно вот... Да, я вот хотел бы этот вопрос еще адресовать нашему законодателю. Скажите, пожалуйста, вот Тарас Кипаич, а вот вы как думаете, появление на рынке вот этой нашей новой авиакомпании, оно послужит каким-то стимулом для других авиакомпаний, которые уже сейчас успешно достаточно действуют для того, чтобы они, скажем так, снижали цену? Но это конкуренция, это конкурентная среда, и это правильно, это нормально. Конечно, это здоровая конкуренция будет. У нас есть хорошие компании, кроме Миростана, которые могут конкурировать и будут, возможно, открывать свои лоукостеры. Спасибо. Тумар, вот ваше мнение, скажите, вот как вы считаете, вот сможет ли появление лоукостера вообще в целом обвалить цены, скажем, на наши авиаперевозки, наших авиаперевозчиков? Ну, мы пока не знаем, какие цены будут в общем, поэтому я не могу об этом говорить. Я бы хотела сказать немного о сообщении ЛИЗАД пользователя, который сообщил о том, что она вылетала рейсом Салоники. Это чартерный рейс. То есть, почему по такой цене? Потому что, скорее всего, до вылета оставалось день-два. Какая ситуация у нас на рынке? У нас наоборот. Если остается день-два до вылета, то цены на тарифы дорожают. Нельзя ли сделать так же? К примеру, если борт не заполнен, остался день-два до вылета, мы тоже запускаем такие билеты, как горящие, но внутри Казахстана. Мне кажется, такие билеты будут пользоваться спросом. Вполне резонное предложение, да? Наверняка не первое, которое вам сегодня. Скажем так, оно резонное, да? Если не углубляться в саму структуру этих перевозок, они разные, чартерные перевозки, они подразумевают под собой, что туроператор фрахтует всю емкость, весь самолет, то есть все кресла. Соответственно, то, что он не продал к часу Х перед вылетом, он уже потом реализует по более сниженным ценам для того, чтобы вернуть те затраты, которые он заплатил за аренду этого воздушного судна. То есть поэтому это так называемые горящие путевки, вы все знаете, да? То есть когда в последний день, в последний час, то есть туроператоры продают это по таким сниженным ценам. Что касается регулярных пассажирских перевозок, они запланированы и летают по графику. И компания их планирует на весь сезон. То есть на, допустим, летнюю навигацию, зимнюю навигацию. И независимо от объема, от проданных мест, они должны выполнить свои обязательства перед пассажиром. Они должны его перевезти в это время, в этот день. И, соответственно, чем ближе к вылету, да, к дате вылету. А вот скажите, пожалуйста, Рустем пишет, я так и не понял, по какому направлению будет новая авиакомпания. Ведь для внутренних перевозок уже ведь созданы несколько авиакомпаний, да, вот которые, ну да, у нас в основном летает одна авиакомпания за зарубежные делать, ну или две, да. Для чего нужна эта конкуренция в рамках одной компании? Почему эти авиакомпании, которые уже совершают внутренние авиарейсы, только внутренние, они повышают все равно стоимость билета? Как уже было сказано, в таком формате у нас пока не было авиакомпаний. Именно чтобы работало в формате низкобюджетных перевозок. Это будет вот первая компания, которая будет именно подходить к перелетам с точки зрения лоукоста, да, это безбагажные, то есть у нас на рынке сейчас только классические авиакомпании. Что касается маршрутов, как и уже было сказано представителям авиакомпаний, то есть как существующие авиамаршруты, где уже летают авиакомпании, авиакомпании, да, так и новые маршруты, где никто не летает. Спасибо большое. Насколько в действительности дешевыми будут авиабилеты нового лоукостера, мы сможем узнать не раньше, чем через полгода, когда в небо поднимется казахстанский летающий лев.